Слава Господу Мы потом помолимся еще и о нуждах, которые есть. Некоторые люди, которые нас смотрят только в эфире, просят молиться об одном, о другом. Мы будем об этом молиться. Но вначале мы поговорим о одной теме. Так, сейчас там давайте мы... Дверь, если можно, братья, закройте, пожалуйста, чтобы было спокойнее и тише. Второе послание к Тимофею, 2 глава, 20 стих. А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении. И здесь Писание говорит, конечно же, не просто о чашках и блюдцах. Писание говорит метафору о нас. Кто из нас, читая эти строки, видит себя сосудом особенным, сосудом чести? Тимофей, 2 послание Тимофею, 2 глава, 20 стих. А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении. Кто себя видит сосудом золотым? И все скромно! Кто себя видит сосудом деревянным? О, есть такие! Знаете, мы не видим, какие мы сосуды, но мы хотим быть теми сосудами, которыми хочет нас видеть Господь, которыми Он нас сотворил. Иногда те сосуды, которые мы употребляем каждый день, гораздо более нам цены и важны, чем те, которые стоят на полке. Но сегодня даже не об этом. Однажды был такой у меня случай в жизни, когда на полке стояли, кто помнит советские традиции, когда особенную посуду для гостей, красивую, ставили куда-нибудь подальше, на полочку. Из нее никогда не пили, ею никогда не пользовались, только на самые великие праздники. Новый год доставали. Знаете, как здесь удивлялись? Новый год. Вот Новый год достают вот эти вот особенные хрустальные какие-то эти. И то больше посмотреть, чем попользовать. И вот у нас тоже стояла такая коллекция. Прекрасные вещи, красивые, из Германии когда-то привезенные, уникальные, там 16 века, 17 века. И они стояли на такой стеклянной полочке. И все было красиво, все это протиралось. Но однажды мимо нашего дома проехал большой грузовик. Законы физики неумолимой где-то совпала резонанс частоты звуковой с какой-то усталостью, которая была внутри полочки. Верхняя полочка треснула, и вся эта красота рухнула вниз. Верхняя полочка похоронила под собой нижнюю полочку. Ну и соответственно, вся та прекрасная посуда, которая долгие годы там стояла, превратилась в один момент в ненужный хлам. Выбрасывать, конечно, было жалко, ведь дефицит. И стал вопрос, а что же делать дальше? И вот тема, о которой я сегодня хотел говорить, я назвал условно так. Разбитые сосуды. Разбитые сосуды. Мы с вами говорили о том, что сосуды, мы понимаем, что речь идет не о чашках, речь идет о нас. Разбитые сосуды. Что делать, если вдруг мы обнаруживаем, и как мы это обнаруживаем, что что-то не так, что что-то разбито. Вдруг однажды мы просыпаемся и понимаем, что больше не можем так же само делать ту работу, которую делали. Или, может быть, мы уже давно лежим где-то горкой сложенных осколков и даже не думаем о себе ничего позитивного, а просто полагаемся на какую-то милость. Многие люди, когда они приходят в собрание, ощущают себя приблизительно так, горсткой разбитых и никому не нужных сосудов. Внешне может быть вообще ужасных, на которые не хочется смотреть. Но если их взять и рассмотреть поближе, то можно увидеть где-то остатки былого величия. Отчего сосуды разбиваются? Первое и самое очевидное, это, конечно же, усталость, истощенность, неаккуратное обращение. Если мы возьмем самый лучший телефон и вместо того, чтобы звонить, начнем вам забивать гвозди, очевидно, весьма скоро он перестанет работать по прямому назначению. И будет уже служить только для забивания гвоздей в лучшем случае. Хотя и это будет происходить не очень эффективно. Использовать не по назначению. Как узнать, какое назначение? Вот какой вопрос встает. Ведь мы-то не телефон, к нам, к сожалению, нету в роддоме сразу инструкции. Вот этого человека, пожалуйста, поступите с ним так, так и так. А вот этого, пожалуйста, поставьте туда, туда и туда. И здесь перед нами встает вопрос, что эту инструкцию надо найти. Как кто-то шутил, говорит, знаете, как начинаются инструкции на русском языке? И так эта штука не заработала. Ну, обычно, потому что достают, сразу начинают использовать, а потом уже читают инструкцию. Где нам взять инструкцию для нашей жизни? Мы знаем где. Где мы достаем инструкцию, если к нам пришел прибор, в котором нет инструкции? Мы идем на сайт, благо есть интернет, завода-изготовителя, и там, если это была не какая-то китайская подпольная гаражная фирма, то мы находим инструкцию от нашего изделия, скачиваем ее и узнаем, где нам скачать инструкцию от нас. Ну, понятно, у того, кто создал нас, тот, кто дал нам жизнь, тот, кто нас сотворил, он обладает точной инструкцией, причем к каждой модели отдельно. Кому-то описано что-то одно, кому-то, может быть, другое. Проблема в том, что надо прислушаться, чтобы услышать. Проблема в том, что надо вчитаться для того, чтобы понять. Технические тексты даются не всегда легко. Но если мы хотим что-то освоить, что-то сделать и не сломаться, стоит прочитать. Иногда даже, вы знаете, в технике просто другой вольтаж в сети. Купили что-то в Японии, подключили это что-то здесь, не почитали внимательно инструкцию, получили большую, красивую, пиротехническую, такой взрывчик. И все. Но прочитали инструкцию, и все нормально. С этим вроде все понятно. Дальше как-то не так. Если мы откроем Псалтырь, Псалом 30, 13-15 стих. Давид говорит такие слова. А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог. А до этого он говорит гораздо более грустные слова. Я забыт в сердцах, как мертвый. Я, как сосуд, разбитый. Автор Псалмов. Тот, который утешал столько времени. Слушайте, мы говорим людям, что если вам грустно, возьмите Псалом, почтите. И тут мы открываем и такой Псалом. Я забыт в сердцах, как мертвый. Я, как сосуд, разбитый. Знаете, в какое время пишет Давид эти строки? Кто знает, кто помнит? Кто помнит, когда Давид писал эти строки? Когда он убегал от Саула. Почему это было так утомительно? Что он не умел хорошо прятаться? Я думаю, Давида утомляло не это. Давида утомляло другое. Вы помните эту историю? Вы помните, что Давид помазанный на царство, на котором было Божье помазание? Вместо того, чтобы делать то, к чему он призван, то, для чего он был сотворен, вместо этого он вынужден укрываться и убегать. Когда ты долго не делаешь то, к чему призван, когда орлы долго не летают, говорят, их крылья слабеют. Когда мы долго не выполняем то, к чему Господь нас призвал, мы устаем. Устаем ждать. Иногда хочется, как Давид, кричать и говорить, Господи, ну сколько можно? Я забыт в сердцах, как мертвый. Я, как сосуд разбитый. Но мы знаем, что потом приходит утешение. Но мы знаем, что потом приходит время. И этот сосуд драгоценный достается с полки, протирается до блеска и служит славе Господа. Другой пример – Маше. Книга «Второзаконие», 9 глава. Вы помните эту историю? Когда Маше долго общается с Господом, ищет лица Божьего, ищет присутствие Божьего, проводит в посте, в молитве долгое время, и Господь дает Ему уникальную вещь? Скрижали. Скрижали с написанными Господом вещами. Представьте, насколько это ценная вещь. Что бы было, если вдруг в вашей жизни появилась какая-то вещь, сделанная самим Творцом? Это что-то невероятное. Вы знаете, я помню, что когда мы какие-то вещи такие покупали, хрупкие и драгоценные, мы переживали, как мы их донесем до дома. Не так ли? И мы несли это нечто, эту вазочку какую-нибудь, или технику какую-то, несли, думали, не дай Бог ударить. Мы ее окружали заботой, ценностью, в страшных кошмарах видели, как мы это уроним. И вдруг мы доносили, ставили на место. И вот Маше в долгом отношении с Богом, в каких-то переживаниях, в невероятном, получает то, что сотворено руками Господа. И он спускается вниз. И что он видит? Народ сделал золотого тельца и поклоняется ему. И мы читаем, что сделал Маше. Он разбил. Разбил скрижали, которые дал ему Господь. Разбитые скрижали, как горечь в сердце Маше. Я не знаю, что было в его сердце в этот момент, но я думаю, это, наверное, был самый ужасный момент в его жизни. Когда величайшая драгоценность, что говорит Маше, величайшая драгоценность мира разбита им. Потому что то, к чему он призван, то, о чем он надеялся, пошло совершенно иным путем. Это, знаете, как, когда оставляешь какую-то драгоценность и говоришь, пожалуйста, поступайте с этой драгоценностью так и так. И ты приходишь и видишь, что с ней поступают в точности наоборот. И то, что было для вас свято, попрано. То, что для вас было особенным, для остальных пустяк. И тогда тоже приходит усталость. И тогда приходит разочарование. И тогда приходит желание все разбить, уйти и сказать, Господь, я понял, мой народ ничего не стоит, убей нас здесь в пустыне и давай поставим точку на человечестве, как на несостоявшемся проекте. Но Маше продолжает молиться и записывает новые скрижали под диктовку Бога. такие же это скрижали, как те. Уже нет, уже другие. Но они снова есть. Мы не знаем, как были отличия какие-то или нет. Но мы знаем, что для Маше они точно уже не были точно такими же, как и те. И для нас тоже, потому что мы понимаем, они имели цену, дорогую цену. И Господь восстанавливает. Господь восстанавливает разбитое. «Если дожидаемся, если мы верны Ему, если мы просим Его, если мы не отчаиваемся». У Маше было 99 шансов отчаяться и больше не возвращаться к этому вопросу. Но он продолжает идти путем призвания. И Господь восстанавливает. Интересно, что у японцев есть традиция, называется кинцуги. Это традиция склеивать чаши, склеивать посуду, которая была разбита. Но при этом они не просто склеивают. Вот если мы что-то склеиваем, какая у нас обычно задача? Сделать это так, чтобы никто не догадался, что когда-то это было разбито. А у них все наоборот. Они их склеивают так, чтобы места склейки были выделены золотом. Они специально поверх клея, поверх лака наносят золотые нити, которые делают вазу или делают этот сосуд уникальным. На нем видны все трещины. На нем видны все сколы. На нем видны все травмы. Но он продолжает работать. И он становится другим. Он становится наполненным опыта и наполненным историей. Иногда мы падаем и относимся к нашим падениям саможалостью, самобичеванием. Мы смотрим на эти осколки и говорим, бедный я, до чего же я дошел, а? Как же со мной плохо поступили. Это не тот путь. Мы приобрели что-то. Мы приобрели опыт. Мы приобрели историю. Но Господь нас склеивает, оставляя память о прошлом. Да, больше никогда не будут скрижали прежними. Да, возможно, Давида служение было бы иным, если бы он сразу пришел на царство. Да, может быть, в нашей жизни что-то было бы иначе, если бы мы сразу вошли в то призвание, сразу вошли в то помазание, которое Господь для нас приготовил, или сразу приобрели то, что хотели, без разбитого сердца, без разбитых переживаний. Но почему-то Господь дает пройти определенный путь. Возможно, чтобы потом на этих трещинах появилось золото. И чтобы эта чаша стала особенной. И о ней теперь есть, что рассказать. Знаете, что происходит с теми сосудами, которые уже не подлежат восстановлению? В истории есть интересное использование для них. На черепках, которые уже невозможно было склеить, их использовали в качестве блокнота. На них записывали определенные события древние. Ну, бумаги не было, интернет работал плохо. И они записывали что-то и сохраняли. И теперь историки находят эти кусочки, находят эти осколки и восстанавливают события из 3 века до нашей эры, 5 века до нашей эры, каких-то других времен. С одной стороны, да, полезно, но, с другой стороны, я бы не хотел, чтобы моя жизнь была лишь напоминанием для историков, что так делать нельзя. Некоторые жизни, знаете, случай Геродота, да, или там, который описывал историю, или случай другого известного товарища, Герострата, который спалил библиотеку, чтобы войти в историю. или случай другого человека, любого взять, сколько в истории таких людей, которые делали какие-то глупости для того, чтобы войти в историю. Их сосуд разбит, на его осколках что-то написано. Да, ты вошел в историю, но как? Я думаю, что наши осколки не должны стать памятником истории. Мы не должны остаться осколками. Мы должны перебороть себя, прийти к издателю, прийти к создателю и сказать, Господь, собери меня, склей меня, я хочу служить тебе, я хочу быть сосудом чести, я хочу быть достойным сосудом. Послание к римлянам, 9 глава, 20 стих. 9 глава, римлянам, 20 стих, с 20 по 23. А ты кто человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его, зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которое он приготовил к славе? Сосуды милосердия – это мы. Сосуды, которым Господь явил свою милость. Очень важно понимать, что слово «грех» мы испорчены во многом. Знаете, культура, история человечества дает и хорошее, и плохое. И мы благодарны Господу за тот пласт христианской культуры, который есть в мире. Но, к сожалению, она дала и неправильное понимание вещей тоже. Одно из них – понимание слова «грех». Для большинства людей слово «грех» означает пакость какая-то, сделать что-то плохое, сделать какой-то плохой поступок. Отчасти это да, но это не то, о чем говорит Писание. Писание говорит, что грех – это «хэт», это попасть мимо цели, рассинхронизировать свою жизнь с планом Бога. Вот что такое грех. То есть плохой поступок не потому плохой, что он по природе своей этически плох. Он плохой поступок, потому что в воле Божьей нет для нас совершать такое. вот что важно. Нам нужно синхронизировать свою жизнь с его планом. Нам нужно проверить, а используем ли мы наш сосуд так, как он этого хочет. еще один разбитый сосуд в Писании. Я не буду открывать это место, вы наверняка его помните. Когда Кьешуа, женщина Мария, принесла сосуд. И в этот сосуд она долгое время копила драгоценное масло. Тогда не было депозитных выгодных банков, поймите. Тогда не было каких-то валют, какого-то там... Это самый простой способ. Масло. Приданное. Наследие. И вот она копит его, и она приносит этот сосуд к ногам Ешуа, разбивает этот сосуд. И все свое состояние, всю свою жизнь, и все свое будущее она изливает на него. Знаете, без приданного женщины тогда не особо ценились. Увы, культура была другой. И когда она принесла этот сосуд, она буквально принесла свое будущее и разбила его у ног Ешуа. Разбитые сосуды. Если наша жизнь наполнена для него, и если мы принесем и разобьем этот сосуд перед его ногами, будьте уверены, он соберет и склеит его, покрыв золотом и серебром и сделав таким уникальным, каким только может быть. Во всем мире проповедуют и будут проповедовать об этой женщине. Тысячи лет, а ее имя вошло в историю. она принесла свою жизнь к ногам Ешуа. Может быть, нам кажется, что то, что мы делаем что-то для Бога, это разбивает нашу жизнь. Может быть, нам кажется, что когда мы не идем принимать участие в делах этого мира, а вместо этого идем в собрание, или когда мы говорим, что я верю в Ешуа, а остальные смотрят и говорят, да ты, наверное, сумасшедший. Когда мы так делаем, мы не разбиваем, мы собираем нашу жизнь. Мы синхронизируем нашу жизнь. Теперь, что очень важно, невозможно человеку, не всегда возможно человеку увидеть, что его сосуд разбит самому. Нам нужны верные друзья. нам нужна кегела, нам нужна община. Когда мы видят друг друга, можем увидеть, что брат, ты устал, тебе нужна помощь, тебе нужна поддержка. Не позволяйте выгорать друг другу. Если вовремя увидеть трещину, возможно, сосуд не разобьется. нам нужно быть друг для друга сторожами в хорошем плане. Помните, как Авеля спросил Господь, а где брат твой? Каина, прошу прощения, Каина. А Каин сказал, что я сторож брату своему? на самом деле он убил его и потом сказал такую фразу. Сторожали мы друг другу? Как мы можем быть сторожами друг другу? Практически помогая, поддерживая. Слава Богу, это есть у нас в общине. Молиться друг за другом, поддерживать, мотивировать, иногда говорить, слушай, иногда просто подбодрить, подойти и сказать, у тебя все получится, у тебя все классно. Как знаете, один человек однажды сказал, что говорит, у вас плохое прославление, вы на двоечку так сделали. Я говорю, так ребята, это не мы сделали, прославление это не дело квуцы там на сцене, это наше общее дело, мы вместе поклонялись, если ты оцениваешь свое поклонение на двоечку, ну мне жаль, это не шоу. Или когда ты что-то делал, 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 а тебе говорят, так, посмотрели, а мог бы и лучше сделать. Понятно, бетах мог бы лучше сделать, потому что нет ничего совершенного на земле, всегда найдется кто-то. Если рисуешь картину, всегда есть какой-нибудь Микеланджело, который сделает это лучше тебя, но для Бога ценно, как ты это сделал, Он доверил тебе, и ты это сделал. Пусть как получилось, но ты старался, подбодрите, подойдите к этому человеку, скажите, молодец, просто, может быть, кто-то вынес воду, поставил, а это вода, она цена, я вот воспользуюсь. Это благословенное служение, кто-то просто поставил стакан воды. Давайте служить друг другу, давайте видеть, если у кого-то пошли трещины, поддержать, помочь, послужить и помолиться друг за друга. И тогда разбитые сосуды будут понемногу собираться в единое целое. Я думаю, что мы перейдем к молитве и я думаю, что, наверное, нам нужно молиться и друг за друга. Мы сделаем так, мы будем молиться, я попрошу Рама, мы вместе возьмем какую-нибудь песню и возьмите просто за того, кто рядом с вами. Начните молиться, чтобы Господь помог ему собраться, склеил эти трещины, если они есть. И чтобы мы вместе, знаете, в чем особенность? Мы не только каждый сам по себе сосуд, все вместе мы тоже составляем один сосуд Божий. Гуфа Машех, тело Машеха. И это совершенный сосуд, который уже никто и никогда не разобьет. Аллах, дорогой Господь, дорогой Господь, Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Твою милость, мы благодарим Тебя за Твою любовь, мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь предназначение каждому из нас. Я благодарен Тебе за то, что каждый, совершенно каждый из нас живет для чего-то и нету ни одного человека ненужного, заброшенного. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты открыл, если человек еще не знает, чтобы Ты открыл то призвание, то предназначение, которое Ты имеешь для него. Я прошу Тебя, дорогой Господь, чтобы Ты утешил тех, кто, может быть, сегодня уже потерял надежду. Прошу, Бог наш, коснись, коснись своей любовью и исцели эти раны. Наши сосуды нуждаются в Тебе, наши жизни нуждаются в Тебе. Я прошу Тебя о тех, кто использовал не по назначению свой сосуд. Помоги понять, помоги остановиться, помоги покаяться, повернуть свою жизнь на 180 градусов и идти так, как Ты повелел, для чего Ты сотворил. Я прошу Тебя о тех, кто устал, кто разочаровался, поддержи, помоги подняться. Я прошу Тебя о тех, кто совсем разбитые, чьи осколки, возможно, уже лежат где-то в темном далеком углу шкафа. Господь, мы верим, что нет таких людей, которые больше Тебе не нужны. Ты милостив. Я прошу Тебя, чтобы Ты собрал эти осколки и восстановил, чтобы Ты дал силы прийти к Тебе, прийти к Создателю, прийти к Творцу. Я прошу Тебя, дай силы для покаяния, дай силы для того, чтобы взывать к Тебе. Я прошу Тебя, Господь, Аллалюн, давайте закроем глаза. Если Вы тот человек, который чувствует, что его жизнь не разбита, я тоже закрыл глаза, камеры не снимают нас. Если Вы по ту сторону камеры, там у вас дома, тоже Вы можете закрыть глаза и обратиться к Господу. Никто не видит сейчас. Если Вы тот сосуд, который разбит, который чувствует, что все, больше некуда идти, давай помолимся сейчас и попросим Господа. Дорогой Господь, я прошу Тебя, собери мои осколки, восстанови меня, помоги мне вернуться к тому, для чего Ты меня сделал. Ишуа, я прошу Тебя, войди в мою жизнь, войди в мое сердце, наполни меня своим елеем радости, собери меня, Господь. Аллилуйя. Господь, также мы молимся о тех, кто принес жертву, кто принес жертву Тебе, разбив все драгоценное, что у него было, кто отказался, возможно, от карьеры, от служения, от денег ради служения Тебе. Я прошу Тебя о тех людях, кто принес жертву, как Мария тогда. Боже, Ты сказал, что Ты восполнишь, я прошу восполни, обильно восполни, по Твоему богатству, по Твоей славе, через Ешуа Машеха, Господь, прошу Тебя восполни во много, во много, во много крат. Боже, я прошу Тебя, чтобы не было голодных и обездоленных в доме Твоем, во имя Ешуа. Аллилуйя. Если вы хотите особенной молитвы, выходите вперед, будем молиться вместе. Аллилуйя. Одна сестра пишет, которая смотрит нас в эфире, возможно, она сегодня нас смотрит. Шалом, драгоценные, молитесь, пожалуйста, за исцеление Светланы Бальжик, многодетной мамы. Сестра болеет пятый год, нарушение кровообращения сердца, головные боли, давление, слабость, постоянно плохо. Пожалуйста, молитесь. Исцеление, целостность, шалом. Целостность. Дорогой Господь, Отец Небесный, мы просим Тебя об этом человеке, о Светлане Бальжик. Господь, мы ее не знаем лично, но Ты знаешь, и мы верим, что Ты можешь прикоснуться каждого человека, где бы он ни был. Мы просим Тебя, дорогой Господь, сейчас коснись ее там, где она есть. Мы просим, чтобы Ты ее утешил, чтобы Ты дал ей силы, чтобы Ты дал ей исцеление, чтобы Ты сотворил Твое чудо в ее жизни. Господь, мы соглашаемся и просим, дай ей этот шалом, дай ей эту целостность и здоровье во имя Ешуа Амашеха. Аллилуйя. Аллилуйя. Дорогой Господь, слава Тебе. Мы благодарим Тебя, наш Бог. Аллилуйя. 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 А так это он. Так это он. Так это он. Знаете, нам нужно уметь отдавать заботы Ему, отдавать наши переживания Ему, если кто-то сейчас нуждается в исцелении, нуждается в целостности от Него, поднимите Вашу руку, мы будем молиться. Дорогой Господь, Бог наш, Ешуа, Ты даешь целостность, Ты даешь целостность. Мы просим, коснись сейчас. Аллилуйя. Господь. Пусть Твой Дух исцеления придет и наполнит. Коснись сейчас, Господь. Коснись сейчас, Господь. Роха, Кодыш. Аллилуйя. Коснись, Господь, исцели. Ни воинством, ни силой, но Духом Моим говорит Господь. В тихом ветре, дорогой Дух Святой, мы просим, касайся и исцеляй. Прямо сейчас. Боже, мы просим, чтобы Ты исцелил здоровье, чтобы Ты исцелил семьи, чтобы Ты исцелил жизни. Пусть Твоя целостность приходит во имя Ишуа Машеха, во имя Ишуа Машеха. Аллилуйя. 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 Если Ваша рука поднята, Ваши глаза закрыты, представьте себе Вашу проблему и отпустите ее. Отдайте Господу. Скажите, Господь, вот моя проблема. Я верю, Ты можешь взять, Ты можешь исцелить. Дух Святой, прошу, возьми эту проблему и исцели меня. Дай целостность. И я прошу, Господь, Ты знаешь, каждую нужду, каждую проблему исцеляй, исцеляй, исцеляй. Аллилуйя. 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 Субтитры создавал DimaTorzok